ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующий дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимые для этого средства есть. Закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий или последующий ребенок. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке на заседании Государственной Думы. В Ненинском округе стартовала благотворительная акция «С любовью к детям», которая приурочена ко Дню защиты детей. Ее объявил Комплексный центр социального обслуживания населения. Организаторы приглашают принять участие в акции всех неравнодушных жителей округа, предпринимателей и бюджетных учреждений. Сбор игрушек продлится до 30 мая в комплексном центре социального обслуживания населения по адресу улица Рабочая, дом 18, кабинет 14. Все собранные игрушки будут переданы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня отделение социальной помощи семьям и детям КЦСО сопровождает 107 семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации и более 30 семей с детьми-инвалидами. В Москве завершилась 14-я международная выставка-ярмарка «Сокровище Севера. Мастера и художники-2019», в котором приняли участие порядка 400 делегатов из 25 северных регионов страны. Мероприятие каждый раз не только собирает большое количество участников, а превращается в зрелищное массовое многоцветное празднество. Делегация Ненинского округа вернулась с богатым урожаем дипломов, кубков и специальных призов. Егор Лаптандер – постоянный участник выставки-ярмарки «Сокровище Севера». В этот раз самобытному артисту достался диплом и специальный приз имени Бориса Жиркова за преданность и верность традициям своего народа. Поездка удалась хорошо, все отлично. Думалось, что будет все хорошо. Ну, неудачно, думаю, опять поездка получится, но здесь все слаженно, четко, понятно и комфортабельно получилось. Думалось, что дети не должны подвести нас, взрослых. Дети не подвели. Благодаря их таланту и стремлению к победе коллектив «Ханейка» занял первое место в номинации «Театральное представление». Мы как бы репетировали много, разминали, повторяли несколько раз. Участницы-мастерицы оформили экспозицию, центральной частью которой стали экспонаты Народного клуба традиционной культуры «Молне». На выставке были представлены изделия традиционной культуры, выполненные из сукна, кожи и меха, а также работы из рога оленя клуба «Белая кость». Впервые мы побывали с нашим клубом «Белая кость» на ярмарке «Сокровища Севера» и участник этого клуба привез диплом и спецноминацию за сохранение народного творчества в номинации изделия сувенирного промысла. Это Теборей Рашид. Выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России» – это традиционное ежегодное мероприятие, на которое собираются представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из 25 регионов страны. Здесь именно площадка была создана с целью сохранения и развития традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов, их культуры, обычаев, традиций. И именно здесь они в полной мере могут показать свои таланты, свои яркие костюмы, песни, успешные, хорошие коллективы, которые сегодня трудятся на этих территориях. Итоги поездки участники подвели во Дворце культуры Арктика, где также обсудили планы на участие в выставке-ярмарке в следующем году. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Меньше чем через месяц Ненинский округ полностью перейдет на цифровое вещание. Аналоговое эфирное вещание прекратит свое существование 3 июня. Напомню, жители округа с доходом ниже прожиточного минимума, то есть ниже 20 300 рублей, имеют право на бесплатную ТВ-приставку. Для получения ресивера необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения Ненинского округа или в офис «Мои документы». Сельские населенные пункты региона цифровые ресиверы отправляют по заявкам муниципальных образований. Постоянно мы мониторим и анализируем наличие и спрос приставок цифрового телевидения, антенн, чтобы для каждого жителя округа было беспроблемно приобрести и установить у себя дома. По словам Павла Окладникова, Ненинский округ готов к переходу на цифровое вещание. С министерства цифрового развития федерального мы проводим раз в две недели ВКС, и там мы отчитываемся о готовности региона к переходу на цифровое вещание. Первая волна, мы в третьей волне, прошла достаточно тяжело, вторая уже проще. Мы все-таки надеемся на то, что наш переход и переход в Ненинский округ будет совершенно бесшовный, и по сути для жителей округа это не составит никаких проблем и труда. Получить ответы на вопросы относительно перехода с аналогового на цифровое телевидение жители региона могут по телефону горячей линии 2-19-10. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники радиосвязи. Дата для празднования выбрана не случайно. Именно в этот день, 7 мая в 1895 году, Александр Попов продемонстрировал первую в мире беспроводную радиосистему. Это изобретение стало отправной точкой развития телевидения, мобильной связи и интернета. В этом году одному из главных изобретений человечества исполнилось 124 года, и оно до сих пор не теряет свою актуальность. В этом убедилась наша съемочная группа. Сегодня она побывала в гостях у наших коллег на радио Север-ФМ. Всем привет, дорогие друзья. Начинаем мы прямой эфир. Настя, привет. Боря, привет. Всем привет. Ну что, поехали. Сегодня у нас 7 мая, а это значит... Сегодня, дорогие друзья, день радио. Свой профессиональный праздник небольшой, но дружный коллектив радио Север-ФМ отмечает на работе. Сюда они всегда идут с огромным удовольствием. Признаются, радио давно стало неотъемлемой частью их жизни. У меня самый лучший коллектив на свете. Вот это серьезно. Мне кажется, это мечта любого человека – работать в мужском коллективе, потому что здесь нет вот этих ненужных каких-то сплетен, обсуждений. И мы с ребятами довольно-таки долго вместе работаем. И у нас, наверное, больше семья, что ли, такая вот своя, небольшая. Самый старший в этой семье звукорежиссер Виктор Талеев. Вместе с Борисом Зазуля они одними из первых стояли у истоков радио Ненецкая ТРК. Тогда известно многим дорожным радио Наринмар-ФМ. Сначала было дорожное радио Наринмар-ФМ, потом появилось радио России. И в отличие от сегодняшнего нашей радиостанции, у нас были врезки. То есть у нас были пятна, каждый час по три минуты врезки, 15-й, 45-й минуты. И какие-то программы там на 30-х минутах. То есть у нас не было полноценного своего эфира. И был также прямой эфир с 12 до часу Мария Владимирова была. И вот буквально года три назад возникла идея о создании своей радиостанции «Север-ФМ», которая будет вещать 24 часа в сутки собственное вещание. В это сложно поверить, но сегодня над наполняемостью 24-часового эфира радио «Север-ФМ» трудится всего 4 человека. Два звукорежиссера и два ведущих. Их объединяет любовь к работе, трудолюбие, креативность и чувство юмора. Ну, я вообще, мне еще в институте, в университете преподаватель сказал, что если вы хотите придумать свой псевдоним, псевдоним должен охарактеризовать человека. И я подумал, почему не шел. Все-таки я же профессия у меня такая, шоумена. Вот, кстати, всем, кто думает, почему шел, вот почему шел. С чего начинается твой рабочий день? С того, что я беру на руки сына. Рабочий день? А, рабочий, я думал, рабочий, в смысле, вообще день. Утро радийщиков начинается с поиска новостей и верстки выпуска, записи звука и его обработки. Не менее ответственная работа и у музыкального редактора. Формат нашей радиостанции – это contemporary hit radio. Это то есть самая популярная музыка, хитовая, только хиты. Вот, поэтому мы отслеживаем всю эту музыку, мы следим за новинками, мы следим за модой, и за современной поп-культурой, и все это мы вносим в нашу радиостанцию. Вся эта работа для простого обывателя остается за кадром. В эфир выходит только готовая продукция, за исключением прямого эфира. И с ним у радийщиков связаны самые яркие воспоминания. Раньше мы вещали, немножко по-другому была устроена система, и периодически приходили сбои, ну, как бы наши слушатели знают, да, что периодически там мы обрубались там на полусловие, шла какая-нибудь совсем другая музыка, ну, вот был примерно такой же прямой эфир, все было прекрасно. Мы сидели, у нас было очень хорошее настроение, все так было здорово, мы что-то обсуждали, слушали классную музыку, все такие на позитиве, и два часа отвели, выходим с новостей, и начинают приходить смс-ки, а почему не было прямого эфира? И мы такие, в смысле, не было прямого эфира? Как не было? Подошли, и оказалось, что мы вещали в резерве все эти два часа, то есть люди нас не слышали, мы просто для себя поболтали два часа, а люди слышали просто резерв музыку, который был такой. Не обидно было? Было обидно, но это вот сейчас воспринимается как казус, мы очень долго смеялись, конечно, потом. В этом году радио «Север-ФМ» отметила свое двухлетие. Ребята строят большие планы относительно своего будущего, но сегодня принимают заслуженные поздравления. От имени собраний депутатов, от окружных депутатов, от всех депутатов, подчеркиваю, от всех фракций, мы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, и вы люди творческие, поэтому мы хотим, чтобы у вас, в вашей жизни, в вашей профессии был большой и серьезный успех. День радио – это профессиональный праздник не только для радийщиков, но и связистов. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику Дню Победы Великой Отечественной войне, состоялось сегодня в Пустозерском доме для престарелых и инвалидов. Здесь сегодня принимали гостей, пели песни военных лет, не обошлось без подарков и душевных разговоров за чашкой чая. Спонсором таких праздников традиционно выступает филиал общества «Медфуд» в городе Нарьенмар. Для Бориса Афанасьевича Жданова День Победы – особый праздник. Однако воспоминаниями он не хочет тревожить душу. Отмечает главная возможность пообщаться с друзьями. Мы, прежде всего, люблю общаться с людьми, со своими, с которыми приходится реже. А встречаемся мы во время праздника. Все в одном месте. За столами, за дружескими сидим. Чай пить дружескать такое. Ну и нам прекрасные, теплые слова говорят. Сейчас в доме-интернате для инвалидов и престарелых 85 постояльцев. Среди них уже нет тех, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях 41-45 годов. Но эти бабушки и дедушки, а тогда дети и подростки, тоже приближали победу как могли. Они – труженики тыла, дети войны, терпели лишения, работали на благо страны. И для них сегодня поздравление и подарки. Поздравляю всех, тружеников тыла, детей войны, с этим знаменательным праздником. Желаю всего самого лучшего. Прежде всего здоровья. Будет здоровья, будет все. Благополучия и веры друг в друга. Гвоздики – символ победы. Декоративные цветы своими руками для бабушек и дедушек из дома престарелых сделали воспитанники детского дома. И сегодня, в преддверии праздника, они подарили самодельные подарки с частичкой своего тепла и любви. Какой праздник без песен, особенно под гармошку. Душевные разговоры за чашкой чая сделали этот торжественный обед еще краше. Традиционно помощь в подготовке столов к празднику оказывают спонсоры. Вот уже на протяжении трех лет такую поддержку Дому-интернату оказывает филиал общества Медфуд в городе Нарьинмар. Вы вместе с нашей огромной стороной выстояли и принесли мир в наш дом своим детям и внукам. От компании Медфуд и от себя лично поздравляю вас с наступающим праздником Днем Великой Победы. Здоровья, счастья и благополучия вам. День Победы для наших бабушек и дедушек – главный праздник. Он одинаково важен для ветеранов военных действий, тружеников тыла, узников лагерей, детей войны, свидетелей Победы, чтущих памятный день в кругу семьи и одиноких стариков, у которых не осталось родных. Наши подрядчики, генеральный спонсор ООО «Медфуд», они нам полностью делают блюда праздничные, фрукты, овощи. Огромное им спасибо, что нас не забывают. Это нашим проживающим очень нравится. Для ветеранов, живущих в домах престарелых, лучший подарок в этот день – простое человеческое внимание. Ценность общения, поддержки, объятия и смеха в этот день возрастают в сотни раз, и сегодня их не забыли. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нарьинмаре продолжается конкурс детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Участие в конкурсе могут принять дети от 6 до 14 лет. В этом году конкурс посвящен предстоящему празднованию в следующем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эта тематика должна найти свое отражение в работе конкурсанта. Работы как индивидуальные, так и коллективные принимаются в группу информации общественных связей управления ВД России по Нарьинскому автономному округу до 13 мая, включительно до 10 часов утра. Вместе с работой необходимо принести также заявку на участие в конкурсе. После этого, 13 числа, также будет определен победитель регионального конкурса комиссии. И, соответственно, победитель примет участие уже в вовсе российской этапе, это уже проводимом на уровне МВД России. Поступившие работы будут оцениваться по нескольким критериям. Соответствие заявленной теме, художественный уровень и техника исполнения, эстетический вид изделия, его безопасность и креативность. Размер игрушки не ограничен. Живая классика, уникальные аранжировки, авторские произведения, атмосфера, синтеза, света и звука. Эстрадно-инструментальная студия «Керрен Процесс» приглашает жителей и гостей Нарьинмара окунуться в мир музыкальных эмоций, красок, переживаний. В этом году, по словам руководителя группы талантливого молодого саксофониста Игоря Саботовича, концерт по своему наполнению будет сильно отличаться от предшествующих выступлений. Например, зрители ждут необычные музыкальные решения, в которых скрипка соседствует с электрогитарой, аккордеон и труба с ритмичным речитативом. Каждый концерт у нас получает симбиоз музыки, симбиоз направлений. Это неоклассика, которая, в принципе, нашего сочинения, наша авторская музыка и эстрада для саксофона. То есть сами переделаны аранжировки, пишем под эти произведения. И состав будет очень колоритный. В этом году к нам добавляется и аккордеонист. Как раз при помощи него мы создали еще один трек. То есть в этом году у нас, отличие от предыдущего концерта, будет в том, что 50% исполненных произведений будут авторские. Концерт группы «Керон Процесс» состоится 10 мая в 17 часов в концертном зале Дворца культуры Арктика. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.